Чтобы собрать букет, флористу не нужно знать о счетах от поставщика. А курьеру не обязательно носить с собой терминал. С налаженными процессами у вас есть время подумать, как растить бизнес. И целый вечер вы можете быть отцом, а не предпринимателем. Вы состоите свой бизнес, а Тинькофф Бизнес создает инструменты для решения ваших задач. Тинькофф Бизнес. И дело делается. Тинькофф. Он такой один. Говорят, идеальных преступлений не бывает. Любой, даже самый осторожный преступник, все равно рано или поздно оставит после себя хоть какой-нибудь след. Хотя бы одну маленькую зацепку, по которой полиция начнет разматывать клубок. И это действительно правда. Даже наш сегодняшний маньяк оставлял самую точную улику на свете. ДНК. Так в чем же тогда проблема? Почему его так долго искали? Дело в том, что у этого человека была странная особенность. ДНК-то он оставлял, но не оставлял никаких других следов. Вообще. Никогда. Ни отпечатков пальцев, ни свидетелей, ни записок или телефонных звонков. У него не было даже собственного почерка. Ну, точнее, свидетели были, но они давали очень странные показания. Эта история произошла в Германии в 1993 году. Не так давно на самом деле. Следующие 16 лет полиция искала неопознанную женщину, подозреваемую в самых разных делах. На ее счету кражи, угоны, разбойное нападение и, конечно же, убийство. На ее следы выходили в соседних Франции и Австрии. Но она каждый раз ускользала. Привет. С вами Гео. И сегодня вас ждет самая странная охота за маньяком. Ничего подобного не было ни до, ни после. Перед вами развернется цепочка никак не связанных друг с другом преступлений, к которым был причастен один человек. Анализ – основа любого расследования. А еще моя страсть и мое проклятие. Это я понял тоже в ходе анализа. Короче, сейчас я пытаюсь проанализировать, за сколько можно продать машину. Но не получается. Я выбрал метод погружения. Я пробовал думать, как успешный продавец. Ну что, вы мне деньги, а я вам пятюню. Договорились? Деньги вперед. Пробовал думать, как успешный покупатель. Давайте не бесплатно. Давайте вы мне доплатите за то, что я покупаю. Я даже пытался думать, как автомобиль. Что я ему сделал? Зачем он так со мной? И тут до меня дошло. Зачем анализировать самому, когда можно доверить все? Автору оценка – это сервис, который позволяет оценить справедливую стоимость легкового автомобиля с пробегом. Вам только нужно ввести госномер, пробег и регион продажи. Далее сервис сам определит параметры автомобиля и покажет оценку стоимости. При прогнозировании учитываются события из жизни автомобиля, которые повлияли на его состояние, а также цены из уже совершенных сделок, а не просто из объявлений. Сервис объясняет, что и как влияет на стоимость и показывает динамику цен в объявлениях на подобные автомобили. Удобно, практично и бесплатно. Переходи по ссылке в описании, узнай справедливую цену нужного тебе автомобиля при помощи автору оценка. 23 мая 1993 года. Маленький городок в Германии со сложно произносимым названием Идар-Оберштайн. Тихий район из тех, где обычно ничего никогда не происходит. В одном из частных домов жила свою тихую, размеренную жизнь Лизелота Шленгер. 62-летняя вдова. В это воскресенье она занималась своим любимым делом. Пекла кексы. Меня всегда раздражала невнимательность в людях. Она лишает их возможности контролировать жизнь. Невнимательность может убить. Но да, не ведая, ты умрешь счастливым. Днем к ней в гости решила заглянуть соседка, чтобы, как обычно, поболтать за чашкой чая. Она постучала в дверь, но никто не открыл. Она постучала еще раз. И еще. Никакого ответа. Это было не похоже на фрау Шленгер. А когда вечером женщина не вышла погулять с собакой, то соседка решила, что тут что-то не так. И позвонила в полицию. Полицейские тоже долго стучали. А потом все же решились выбить дверь. Внутри их ждала страшная картина. Фрау Шленгер лежала на полу кухни. Мертвая. Вокруг ее шеи была намотана проволока. Женщину определенно жестоко задушили в собственном доме. Причем проволоку убийца нашел здесь же. Он взял ее из букета цветов. Беглый осмотр места преступления показал, что нет никаких следов взлома. Вещи спокойно стояли на своих местах и вроде бы ничего не пропало. Ситуация была странной. Соседи ничего не видели и не слышали. Ни у кого не было идей, за что кто-то мог убить несчастную вдову. Возможно, причина всплыла только через несколько дней. Оказалось, что накануне убийства фрау Шленгера забрала из банка все свои накопления. Согласитесь, странное поведение. А так как в доме никаких денег не нашли, то вот вам и мотив. Но дальше дело остановилось. Неизвестный каким-то образом знал, что вдова сняла деньги. Возможно, он даже заставил ее это сделать. Но без подозреваемых было непонятно. Куда копать? Зацепка была ровно одна. На кофейной чашке обнаружили образец ДНК. Вот только в то время эта находка была практически бесполезной. Полиция еще не обладала необходимой техникой. Методы определения преступника по ДНК будет поставлен на поток только через 10 лет. Так что образец поместили в архив до лучших времен. А дело убийства Лизелот и Шленгер было отложено в долгий ящик. Так продолжалось 8 лет. Пока в 2001 году за 300 километров не произошло другое жуткое преступление. Во Фрайбурге 61-летний торговец антиквариатом Йозеф Вальценбех был найден мертвым на полу своей кухни. Почерк был похож. Жертву тоже задушили. Но на этот раз орудием убийства была не проволока, а ремень от брюк жертвы. Правда, мужчина умер не от удушья, а от ударов по голове. И, судя по всему, Вальценбех сопротивлялся. Ему пришлось разможить череп. Кровища была повсюду. Мебель и одежда были раскиданы по дому. Все ящики открыты. Преступник явно искал что-то ценное. Но в итоге его добычей стали жалкие 200 евро. Полиция поговорила с соседями. И те рассказали, что в день убийства видели подозрительных людей, которые разносили газету и журналы. Но составить фоторобот не получилось. Так какая же тут разница с делом восьмилетней давности? Ответ дали криминалисты. Они исследовали антикварную лавку вдоль и поперек. И нашли ДНК. Один и тот же образец встречался на теле покойного на кухонном ящике, на дверной ручке и даже на табличке «Закрытое», которую преступник предусмотрительно повесил на дверь. Провели анализ. И результат был удивительным. Оказалось, что пожилого антиквара убила женщину. Видимо, какая-то очень сильная женщина. Но что еще интереснее, этот образец совпал с тем, который когда-то давно нашли в доме Лизалотты Шленгер. А так как других улик все равно не было, полиция решила поднять старое дело. Тем более, между ними было много совпадений. Похитили небольшие суммы наличных. Одинаковый способ убийства. Ну, почти. Оба преступления совершены в закрытом помещении и без каких-либо признаков взлома. Неужели в Германии завелся новый странный серийный убийца, который убивает стариков в собственных домах? И который, к тому же, женщина. Но это было только начало. Я боюсь человеческого любопытства. Иногда это свет, который может осветить твой путь в нужном направлении. Но он также может привести не туда, или, что еще хуже, ослепить. Прошло совсем немного времени. И все в том же 2001 году таинственная преступница объявилась вновь. На этот раз в совсем крошечном городе Геральштайн. Происшествие случилось при очень странных обстоятельствах. Семилетний Юрген Бюллер играл на детской площадке. Вдруг под его ногами раздался треск стекла. Мальчик заинтересованно посмотрел под ноги и поднял странный предмет. Впрочем, не такой уж он и странный. В его руке оказался раздавленный стеклянный шприц, внутри которого все еще находилось какое-то вещество. Мальчик, видимо, толком не знал, что делать с этой находкой, поэтому побежал домой к родителям. Когда родители увидели в руках сына шприц, то, понятное дело, перепугались и обратились в полицию. Кто знает, кто этим шприцом кололся? А вдруг это героиновый наркоман Свич? А вдруг их мальчик уже заразился? Надо сказать, что их страхи не были паранойей и страшилкой из городских легенд. В те годы героиновая зависимость реально поразила эту часть Германии. Выброшенные шприцы валялись повсюду. Можно сказать, что люди к такому пейзажу даже привыкли, в том числе и полицейские. Поэтому, когда к ним прибежали взволнованные родители, они не хотели начинать расследование. Нет, конечно, в полиции приняли заявление и поместили шприц в архив. Как полагается. Но на этом все. Подумаешь, просто еще один наркоман и еще одна игла. Но никто ж не умер в конце концов. Так бы это дело и закончилось, если бы не настойчивость родителей. Они постоянно жаловались и требовали активных действий. Типа, где подозреваемые? Где экспертиза? Что это за наркоман тут ходит по городу и заражает наших детей? Полицейские в конце концов решили, что проще послушаться недовольных граждан. Чтобы они, наконец, отвязались и заказали анализ в лаборатории. Исследование показало, что внутри шприца действительно был героин. Но, к счастью, никаких признаков ВИЧ не обнаружили. Зато полицию ждало другое, более шокирующее открытие. На стенках шприца нашли ДНК. И что бы вы думали, образец совпал с ДНК нашей женщины-маньячки, которую подозревали в двух убийствах. Это было настолько странное совпадение, что о преступнице всерьез заговорили в СМИ. К расследованию присоединился знаменитый австрийский психиатр Курт Клетцер. Ну, как присоединился. Никто в полиции помогать его не просил. Но он решил самостоятельно составить психологический портрет загадочной женщины-убийцы. Клетцер, значит, проанализировал все три случая, где было найдено ее ДНК. И решил, что мы тут имеем дело с преступницей с очень сложным психическим профилем. Она умеет играть любую роль и казаться нормальной. Она вынуждена убивать, чтобы удовлетворить свою зависимость. Тем самым лишая жертву человеческого достоинства и превращая ее в ничего не значащий объект. Клетцер пришел к выводу, что женщина была из неблагополучной семьи. И явно подвергалась насилию со стороны своих опекунов-наркоманов. То есть, грубо говоря, это наркоманка, убивающая за дозу. Но жертв она выбирает не случайно. Это было самое странное. Убийца действовала слишком хладнокровно и расчетливо для обычной наркоманки. Ее поведение больше походило на маньяка-психопата, который планирует преступление и не оставляет улик. Если не считать ДНК, но это трудно назвать ошибкой, потому что тогда про способы находить людей по ДНК еще мало что знали. После этого полицейские по всей стране на всякий случай начали сравнивать все найденные образцы ДНК с образцом женщины-убийцы. И нашли много совпадений. Например, в маленькой общине Буденхайм кто-то взломал автофургон. Внутри ничего не пропало, но криминалисты нашли недоеденное печенье, которое явно оставил взломщик. Угадайте, что нашли на печенье? Слюну. С ДНК все той же женщины. Было из-за чего почесать голову. В конце концов, следователи предположили, что она заночевала в этом фургоне и просто решила перекусить. Еще через какое-то время ту же ДНК найдут в офисном помещении Диценбаха. Это еще один небольшой город в Центральной Германии. Офис обворовали. Оттуда унесли очень ценную вещь – банку с мелочью. Такой разброс правонарушений от убийства до взлома автомобилей никак не помогал расследованию. Поэтому в 2002-м власти решили подробно рассказать об этом в СМИ. Вдруг получится найти хоть каких-то свидетелей. Правда, у полиции до сих пор не было ни фоторобота, ни даже описания внешности предполагаемой преступницы. И тогда на страницах одной из газет появилось ее первое прозвище – «Женщина без лица». В следующие пару лет ее следы найдут на местах еще нескольких преступлений. Женщина без лица оставила свою ДНК и в угнанной машине в Хайльброне. И на двух бутылках пива в ограбленном баре в Карлс-Руэ. И это еще не весь послужной список ее ограблений по всей Германии. Это, если что, я места преступлений наобум отмечаю. Слишком их стало много. Но ничего серьезного. Да-да, убийца пенсионеров перешла от жестоких убийств куда более простым преступлением. Кражи со взломом и угон. Но даже их полиция не могла раскрыть. А дальше в этом деле начнут происходить совсем уж странные вещи. 2004 год. Франция. Все небольшое население города Арбуа было потрясено невероятной новостью. Наглая банда грабителей ворвалась в ювелирный магазин. Преступники забрали 3000 евро наличными, украшения и золотые слитки. Грабители скрылись. А потом, на месте преступления, следователи нашли игрушечный пистолет. Именно этим оружием грабители угрожали хозяевам. Так вот, после проверки как по французской, так и по немецкой базе данных, угадайте, чью ДНК обнаружили на пистолете. Представьте себе. Да, ДНК нашей неизвестной женщины. Это что же получается? Она была сообщницей этих бандитов? Или, может, она там стояла на шухере? А может, она вообще главарь этой банды? Французская полиция не смогла дать ответы на эти вопросы. Но в этот раз все было иначе. Самих грабители поймали почти сразу же. Всего их было четверо. И все четверо, как ни странно, оказались мужчинами. Но что еще страннее, на допросах никто из них не признавался, что была еще какая-то женщина-сообщница. Полиция была совсем сбита с толку. Ведь ДНК четко указывали на конкретную личность, которую уже несколько лет ищут по всей Германии. Но даже ее подельники отказывались о ней хоть что-либо рассказывать. Финальной версией следователей стало то, что она их каким-то образом запугала. Итак, что мы имеем на данный момент? Преступница-женщина. Это очевидно. Здесь никаких сомнений. Она бездомная, наркоманка, любительница печенья и выпивки. И очень падкая на золото. Которая непонятно почему убила двух человек. Ради мелочи. Но потом завязала. Теперь к этому списку добавим еще и криминальный авторитет. Такое вообще возможно? Все это совсем не вяжется друг с другом. И убийства. И ограбления. И сообщники. Но полицейские упорно продолжали искать связь. Ведь она совершенно точно должна быть. Ради этого решили даже поднять огромное количество старых нераскрытых дел. И вот тут их ждало нерадостное открытие. В общей сложности ДНК преступницы было найдено в более чем 30 делах. В Германии, в Австрии и во Франции. В этом списке были чуть ли не все виды преступлений. От мелких краж до вооруженных разбоев и убийств. Но первым оказалось то, с чего мы начали. Смерть немецкой вдовы в 1993. Если я буду на эту стену помещать все преступления, то места не хватит. А картина начнет выглядеть как из вот этого мема. Оказывается, прямо под носом полиции, сразу в трех странах, уже 10 лет, орудует загадочная преступница, о которой долгое время никто ничего не знал. И по-прежнему ни у кого нет идей, как ее можно поймать. Поэтому власти решили назначить награду за любую информацию об этой женщине. Целых 50 тысяч евро. В полицию тут же начали звонить десятки людей. Но все это были либо психи, либо те, кто на самом деле ничего не видел. А преступница тем временем продолжала совершать налеты. Но вела себя предельно осторожно. Даже когда удавалось поймать ее сообщников, все они продолжали молчать. Странности на этом не заканчивались. Их даже становилось все больше. Выяснилось, что на многих местах преступлений друг с другом не совпадает ни один образец ДНК. Кроме ДНК женщины без лица. Получается, что каждый раз на каждое новое дело она собирала абсолютно разную банду. Это уже не какая-то простая налетчица, а прям профессор Мориарти в юбке. Нет, ну серьезно. Сюжет прям как из нового Шерлока Холмса, где Мориарти – это не просто глава преступной банды, а злодей-консультант. И следующий случай, кажется, только подтверждал эту версию. Шел 2005 год. С момента появления женщины без лица прошло уже 12 лет. И вот в городе Вормс во время сильной ссоры местный цыган, 47-летний Рэндольф Винтерштайн, шесть раз стреляет из пистолета своего родного брата. И в это очень сложно поверить. Но, в общем, на одной из пуль была обнаружена ДНК нашей неизвестной женщины. Это, мягко говоря, неожиданный результат. Но криминалисты подтвердили, что ошибки быть не может. Перед следователями встали новые вопросы. Принадлежал ли этой женщине пистолет? Или только патроны? Рэндольф никак полиции помочь не мог. Он клялся, что это пистолет его покойного отца. А тот его взял неизвестно где. Надо сказать, что брат Рэндольфа выжил, несмотря на шесть пулевых отверстий. Везунчик просто. Но он тоже никакой полезной информации не дал. Но следователи были уже на грани помешательства. Они вообще не могли уложить все известные данные об этой преступнице в одну картину. Полиция была готова поверить в самые безумные теории. Лишь бы раскрыть это дело. Кстати, а у вас уже появились догадки? Пока вы думаете, давайте я вам еще подкину пищу для размышления. На этот раз из Австрии. Там ДНК преступницы нашли в 11 делах. Но не по всей стране, а в основном в округе города Линц. По большей степени речь шла о мелких кражах. Вроде бутылки пива или гитары. Так вот в Австрии тесты ДНК проводили несколько иначе, чем в Германии. Там еще исследовали митохондриальную ДНК. И выяснили, что преступница родом откуда-то из Восточной Европы. Для немцев это была важная информация, которую они не могли получить другим способом. И все дело в немецком законодательстве. Оно разрешает определять по ДНК только пол подозреваемого. Но не его этническое происхождение. К 2007 году немецкая полиция уже протестировала более 800 женщин по всей Европе. Наркоманок, женщин с криминальным прошлым, бездомных. Ни одного совпадения. Теперь, возможно, с новой информацией круг подозреваемых сузится. И расследование продвинется. Но в 2007 году в деле женщины без лица наступит переломный момент. Итак, город Хайльброн. Очередной небольшой населенный пункт. Здесь живет всего 123 тысячи человек. На улице стояла жаркая апрельская погода. Офицер Мишель Кизоветтер из отдела по борьбе с наркотиками вместе с напарником Мартином решили сделать перерыв на обед. Они припарковали патрульную машину рядом с парком и достали ланч. Но вскоре все, кто находился в парке, услышали стрельбу. Наивность. Рыхлый кирпич в фундаменте убеждений о справедливости. И если вовремя его не обнаружить, любой толчок судьбы сравняет с землей, возведенной на зыбком основании закон. Чуть позже в полицию Хайльброна поступил звонок. Проезжавший мимо велосипедист увидел рядом с припаркованной патрульной машиной двух людей с огнестрельными ранениями. На место тут же выехали полицейские и нашли своих коллег в луже крови. Им удалось выяснить, что в их машину забрались двое неизвестных в масках и открыли огонь. Офицеру Кизоветтер несколько раз выстрелили в голову. Она скончалась мгновенно. Девушке было всего 22 года. Ее напарнику на момент нападения было 25. Ему повезло больше. Пуля вошла в голову над правым ухом и вышла, не задев мозг. Офицер успел заметить преступника в зеркале заднего вида и дернул головой. И скорее всего, именно движение спасло ему жизнь. После ранения Мартин провел в коме три недели. У обоих офицеров после нападения пропало табельное оружие и наручники. Во время вскрытия из тела офицера Кизоветтер извлекли две пули от разных пистолетов – польского и российского производства. На следующий день после убийства уголовный отдел полиции Хайльброна созвал специальную комиссию под кодовым названием «Парковка». В ее состав вошли опытные следователи и эксперты, которые специализируются на преступлениях. Где участвуют автомобили? Обычно это угоны и грабежи, но на этот раз им поручили вести расследование убийства. И это было уже серьезно. Среди жителей Германии начинает распространяться слух о русской мафии, которая нападает на полицию. О каких-то загадочных наркоторговцах и фиг знает о чем еще. Неизвестность всегда рождает панику. За несколько недель следователи проанализировали больше тысячи улик. Но напрасно. Преступники все еще были на свободе. Со свидетелями тоже как-то не клеилось. Сам момент убийства никто не видел. Но полиция нашла несколько человек, которые либо слышали стрельбу, либо были где-то поблизости от парковки. В сумме следователи получили 15 описаний человека, который мог убить полицейских. Всех их видели в разных местах. Но никого так найти не удалось. Короче, полный дурдом. Через три недели раненый Мартин вышел из ком. Все надеялись, что он сможет пролить свет на детали преступления. Но зря. Он почти ничего не помнил. Во всяком случае, так сказали журналисты. Примерно в этот же период криминалисты наконец смогли тщательно осмотреть полицейский автомобиль. На приборной панели и на заднем сидении обнаружили следы ДНК. Еще три месяца у следователей ушло на то, чтобы провести анализ, который, да, вы уже догадались, принадлежал женщине без лица. А тут еще и пистолеты российского и польского производства. Но это точно она, без сомнений. С этого самого момента женщина получает новое прозвище, под которым ее до сих пор знает большинство немцев. Фантом из Хайльброна Убийство полицейских – это вам не мелкая кража. Преступницу надо было искать как можно активнее. Хотя, казалось бы, куда активнее. Уже с конца 2001 года следователи начали крупномасштабный генетический тест. Более трех тысяч наркоманов, дилеров и бездомных, которых видели недалеко от мест преступлений, сдали образец слюны. Никаких совпадений. Образцы взяли еще у кочевых цыган. Все-таки один раз они тоже фигурировали в преступлении, но тоже безрезультатно. Вообще, это было бы хорошим объяснением. Если женщина как-то связана с цыганским кланом, то понятно, почему она так легко и хаотично перемещается по стране. Фрайборг, Хайльброн и Вормс как раз расположены неподалеку от мест, где базируются крупные цыганские общины. К тому же, многие из них пользуются услугами автобусной компании, у которой много рейсов из Хайльброна в Румынию, Австрию и Францию. Некоторые источники сообщают, что в день убийства полицейского именно такой автобус выехал в Румынию. Возможно, нашей преступнице удалось скрыться за пределами страны. А сумма вознаграждения за любую информацию о Фантоме с тех пор выросла до 150 тысяч евро. Но вообще задача у полицейских была непростая. Найти преступницу, которую никто никогда не видел. Хотя прошло уже 13 лет. А даже когда появился реальный свидетель, понятнее не стало. В 2006 году в городке Саар-Брюкен произошла попытка кражи. Да, та самая банальная кража ларька. Свидетели видели убегающего парня, а на месте преступления нашли камень, которым он разбил окно. Вот только на этом камне нашли ДНК нашего фантома. Ну, не могла же женщина превратиться в мужчину, правда? ДНК тут врать не могла. Ну, вообще никак. Хотя, если вспомнить, как она задушила двух человек, то, может быть, реально могла быть по комплекции похожа на мужчину. Но у Либа это был ее очередной сообщник. Тут следователи долго не могли прийти к единому мнению. Зато вы себе не представляете. Впервые за все долгие годы расследования у полиции появился фоторобот. Вот он. Согласитесь, это скорее мужское лицо. Разумеется, у людей сразу же возникли вопросы. Ведь эта история давно гуляла по газетам. И все были уверены, что полиция ищет женщин. На это полицейский пресс-секретарь ответил так. Мы не можем исключать, что наш подозреваемый сейчас мужчина или что он выглядит как мужчина. Мы просто не знаем. И как, скажите, с такими данными можно хоть кого-то найти? В общей сложности в период с 2007 года по 2009 полиция сделала 14 фотороботов. И все абсолютно разные. Почти на всех изображены исключительно мужчины. Но не все из них были попыткой восстановить внешность фантома. Там были и предполагаемые свидетели, и пособники. Но ценность этих фотороботов была не так уж велика. Неизвестно, насколько точно свидетели помнят события, и в правильном ли порядке они их воспроизводят. Так что сходство человека с бумаги и реального человека из жизни может быть совершенно случайным. В смысле, его может вообще не существовать. Только один из фотороботов по-настоящему заинтересовал следователей. Вот этот. Это изображение составлено на основе показаний раненого офицера Мартин Арнольда. И это определенно не женщина. Но о каких показаниях может идти речь, если офицер Арнольд ничего не помнил после нападения? Ну, как бы вам сказать. На самом деле помню. Просто его показания настолько не укладывались в картину с женщиной-преступницей, что о них предпочитали молчать. Эта информация оставалась только в материалах дела. У него были четкие и конкретные воспоминания о ситуации, которые он снова и снова вспоминал и прокручивал у себя в голове. Потом полиция будет утверждать, что такая ложь была во благо самому Мартину. Якобы так они защищали свидетеля. Но точно можно сказать, что эта ложь не пошла на пользу расследования. Но, блин, каким образом у мужчины оказалась женская ДНК? Может, наш убийца трансгендер? И как раз поэтому его так долго не могут найти. Скоро мы это выясним. А пока перенесемся еще немного вперед. К очередному странному делу. Глухота, которая лишает возможности получить предостережение или совет извне. Ведомый только внутренним голосом человек рано или поздно заходит в тупик. Оттуда уже не услышать голоса людей, готовых оказать помощь, даже если вновь обрести возможность наслаждаться пением птиц. В январе 2008 года полицейские города Хеппенхайн достали три мертвых тела из местного водоема. Расследование прошло быстро. Погибшими оказались граждане Грузии, которые приехали в Германию, чтобы купить подержанные автомобили. Но что-то пошло не так. Двух из них застрелили, а третьего задушили. Подозреваемых нашли быстро. Полиция задержала одного гражданина Ирака и еще одного гражданина Сомали. Улики были серьезными. Внутри их машины нашли следы крови жертв. Кроме того, человек из Ирака был полицейским информатором, а машину, в которую он перевозил трупы, одолжило ему местное полицейское управление. Это не значит, что полиция сама зачем-то спланировала убийство грузин. Информатор – это не сотрудник органов под прикрытием, а такой же обычный преступник. И это к тому, что следователи хорошо знали этого человека, поэтому быстро во всем разобрались. Тем более, что убийцы сами во всем признались. Но есть один нюанс. Когда их машину исследовали криминалисты, то, к своему удивлению, они обнаружили. Да-да, все верно. ДНК женщины-фантома. Эта улика одновременно избивала с толку и считалась большой удачей. Подозреваемые пели как соловьи, поэтому полицейские были уверены, что сейчас наконец-то узнают правду. Но тут их снова ждал облом. Преступники во всех подробностях рассказывали, как, зачем и почему убили мужчин. Но отказывались говорить о своей сообщнице. Более того, они уверяли, что никаких сообщников вообще не было. Как это вообще было возможно? Что тут происходит? Неужели фантому и этих двух каким-то образом удалось запугать? Или загипнотизировать? С каждым новым случаем обычный триллер-детектив все больше превращался в мистику. Мы, как и все остальные, озадачены тем, как там оказалось ее ДНК. Но это еще один фрагмент пазла. Все преступники, какими бы опасными или умными они не были, рано или поздно отступаются. Мы надеемся, что поймаем ее до того, как она убьет снова. Это слова главного следователя по делу. То есть даже он говорит. Мы ничего не понимаем. Мы просто надеемся, что когда-нибудь поймем. А пока полицейские чесали репу, загадочная женщина снова совершила мелкое преступление. Ограбила уборщицу и забрала пару сотен евро. Всего на ее счету было уже 39 преступлений, из которых 5 – это убийство. А вскоре произойдет шестое. Шел уже октябрь 2008 года. Полиция 15 лет охотилась за призраком, который не оставлял на месте ничего, кроме ДНК. Все это походило на какое-то издевательство со стороны неуловимой преступницы. Точно таким же стало и ее последнее убийство. Неосторожность. Благословение сильных и проклятие слабых. Первые переворачивают мир вверх дном, справляясь с трудностями. Вторые впадают в ступор, отдаваясь на волю случая. В городе Вансерк, который находился тут же на юге Германии, на шоссе возле больницы нашли труп женщин. Жертвой оказалась 45-летняя Диана Павленко, которая работала медсестрой в психиатрической клинике. Ее как раз обнаружили недалеко от работы. Полиция опросила соседей и коллег. Оказалось, что с Дианой никто толком и не общался. Ее знали как сдержанную, дружелюбную, тихую женщину без друзей. На теле медсестры не нашли видимых ран, никаких признаков суицида или сексуального насилия. Зато в крови женщины остались следы наркотиков. Быть может, здесь кроется разгадка. Может, Диана вела двойную жизнь, но нет. Увы, оказалось, что наркотики она принимала по назначению врача. Уж больно сильно она переживала развод с мужем. Так какая же тут связь с Хайлебронским фантомом? Как обычно, ДНК. Ее нашли в автомобиле погибшей, и это снова была единственная связь с другими делами. И эта ниточка была настолько слабой, что была версия, что вот эту ДНК каким-то образом подкинули. Короче, в январе 2009 года награда за голову фантома составляла уже 300 тысяч евро. Вероятно, это самая высокая цена за всю криминальную историю Германии. Кстати, стандартное вознаграждение за информацию об опасных преступниках тогда составляло от 5 до 20 тысяч. Вскоре после убийства медсестры след женщины-фантома вновь обнаружился во Франции. Там арестовали банду албанских сквотеров. Это те, кто забираются в пустующие дома и живут в них, пока нет хозяев. В одной из машин преступников нашли ту самую злосчастную ДНК. И, конечно же, никто из бездомных не заложил женщину. Полиция в очередной раз попыталась как-то связать последние преступления между собой. Но даже в списке сообщников фантома не было никакой закономерности. Словаки, сербы, албанцы, румыны. А карта ее преступления распространилась далеко за пределы Германии. Женщина не появлялась ни на одной из камер наблюдений. Никто из очевидцев никогда ее не видел. А если и описывали ее, то чаще всего говорили, что она похожа на мужчину. Среди полицейских закралось сомнение. Возможно ли, что все это время они действительно гонялись за фантомом? За призраком, которого никогда не существовало? Ирония – главный артист в нашей жизни. В 2009 году дело фантома из Хайлброна получило новый оборот. Началось все снова с Франции. Там после пожара нашли обгоревшее тело мужчины. Его личность попытались восстановить по отпечаткам пальцев. И бинго! Это получилось. Отпечатки совпали с данными из полицейской базы. Оказалось, что погибший – это беженец, который пропал без вести еще в 2002 году. Тогда он подавал заявление на убежище и как раз успел сдать отпечатки пальцев. Но когда у мертвеца брали образец ДНК, то в лаборатории нашли сразу два. Собственно говоря, ДНК этого самого беженца и ДНК женщины-фантома. Вот это было уже чистая магия. У одного человека не может быть двух разных ДНК. Решили проверить и снова взяли анализ. И на этот раз чуда не произошло. Образец показал, что он принадлежит вот этому конкретному мужчине. А следы женщины-фантома пропали. В полиции решили, что это какая-то странная ошибка. И забили. Затем похожий случай произошел в австрийском городе Линц. Ситуация была банальная. Там пятеро мужчин убили мигранта. Одного из них арестовали и сделали тест ДНК. Думаю, вы уже поняли, что там нашли. Но это прям точно бред. Мужчина не делал трансгендерный переход. И на все преступления фантома имел железное алиби. На всякий случай опросили его сообщников. И те, разумеется, тоже не знали ни о какой женщине. Кажется, тут явно было что-то не так. Полиция Австрии и Германии решила провести самую масштабную проверку образцов за все это время. Просто посмотреть. Нигде встречаются эти образцы ДНК. А куда они ведут? Получилось разветвленное дерево, охватывающее три страны. Но наибольшее количество точек там находилось в Южной Германии. Круг сужался, сужался и в конце концов сузился до фабрики Грайнер Биоуан. Именно оттуда по округе расходились следы женщины-фантома. Тут же полиция стала рыть носом землю. Никогда еще ответ не был так близок. Криминалисты взяли образцы, наверное, всех работников фабрики и нашли. Да, без шуток. Наконец-то нашли женщину с той самой ДНК, которую искали уже 16 лет. Так кем же оказалась эта неуловимая убийца-фантом? Что за чертов криминальный гейн? Представьте себе. Этой женщиной была обычная упаковщица ватных палочек. Эмигрантка из Польши средних лет. То есть что это получается? Все это время серийной убийцей, воровкой и грозой криминальных банд была простая работница фабрики. Интересный бы получился финал, да? Неожиданный твист в духе постмодернистского детективного сериала. Но так ли все было на самом деле? К сожалению, реальность оказалась сильно проще, но не менее долбанутая. Итак, что удалось выяснить полиции? И французская полицейская лаборатория, и немецкая лаборатория в Хайльброне использовали ватные палочки одной и той же южно-германской компании. Думаю, вы уже догадываетесь какой. И так получилось, что образец ДНК с 40 мест преступлений в трех странах принадлежала женщине, работавшей в отделе упаковки и контроля качества на фабрике, которая производит ватные палочки. Те самые палочки, которые используют следователи в этих трех странах для сбора ДНК. Понятно теперь, почему таинственная женщина без лица никогда не появлялась на местах преступлений. В какой-нибудь Баварии. Да потому что там полицейские использовали ватные палочки другой фирмы. Короче, вот мы и подошли к удивительному финалу. Ни в Хайльброне, ни в каком другом немецком городе никогда не существовало человека, которого полиция считала ответственным за шесть убийств. Точнее, женщина-то существовала, только вот преступницей не была. И если только случайное загрязнение стерильных материалов, можно считать, конечно, преступлением. Да, если вдруг кто-то до сих пор не понял, что женщина-фантом оставляла случайно свою ДНК на ватных палочках во время упаковки. Поэтому ДНК регулярно находили в куче никаких не связанных между собой дел. Такое позорище, что никаких слов не хватит. А главное, полиция не могла эту историю просто спрятать. Ведь про женщину без лица регулярно писали газеты. Полицейские давали интервью, публиковались фотороботы и психологические портреты. Получается, что в лужу сели вообще все причастные. Все шестнадцать лет полиция выслеживала серийного убийцу, обещала гигантские суммы за информацию и потратила кучу денег, чтобы в конце концов выйти на самих себя. В смысле, это же в первую очередь была ошибка полицейских криминалистов. После такого громкого провала крупная немецкая газета Bild вышла с заголовком. Неужели головы нашей полиции набиты ватой? А ведь еще за год до разоблачения часть следователей действительно выдвигала гипотезу о загрязнении образцов. Все-таки в хронологии преступлений было ну слишком много несоответствий. Но таких скептиков мало кто слушал. Всем настолько хотелось поймать опасную преступницу, что никто даже не думал проверить, а реально ли она вообще существует. С одной стороны, полицейских, конечно, можно понять. Ведь они напали на след серийной убийце и грабительнице в одном лице. Которая, как какой-нибудь зодиак, появлялась то тут, то там. И не оставляла после себя улик. Всем очень хотелось взять такого сообразительного преступника. Полицейские были даже не прочь поработать сверхурочно. Одно только управление Хайлеброна потратило 16 тысяч часов дополнительной оплачиваемой работы. А в итоге на всю эту охоту за призраком из бюджета впустую потратили несколько миллионов евро. Но самое страшное даже не это. Почти все 40 дел, среди которых, между прочим, 6 убийств, пришлось открыть и начать заново. За исключением одного. Убийство офицера Мишель Кизиветтер. Там вмешалась банальная случайность. В 2011 году двое грабителей в масках ворвались в банк, а потом скрылись в доме на колесах. Опрос свидетелей и камера наблюдения помогли найти этот фургон. Но когда полицейские к нему приблизились, то внутри раздались два выстрела. Преступники покончили с собой. Сразу после этого фургон загорелся. Грабителями оказались два правых экстремиста. Уве Мунглос и Уве Бенхарт. И вот рядом с их телами полицейские нашли оружие убитого офицера Кизи Веттер. Ее напарника. Тут-то ситуация и прояснилась. Полицейских застрелили члены экстремистской группировки. Только вот тогда, в 2007-м, все следователи, ведущие это дело, охотились за выдуманным фантомом и не рассматривали других версий. Но почему все-таки преступники напали на полицейских еще и среди бела дня? Оказалось, это не было случайным нападением. В Германии с 2000-го по 2007-й существовала ультраправая группа, которая называла себя национал-социалистическое подполье. Короче, нацисты в прямом смысле слова. За это время они успели убить несколько турков. Это первый пункт. Второй это то, что отец офицера Кизи Веттер хотел взять в аренду бар, где эти неонацисты часто собирались. И вот как-то раз Кизи Веттер в форме пришла в бар проведать отца. А кто-то из бритоголовых дебилов решил, что она тут что-то вынюхивает. И поэтому ее надо завалить. Что нацики в итоге и сделали. В апреле 2007-го. Вот и все. Ну а что же касается нашего призрака, ну, дело фантома из Хайльброна или «Женщины без лица», выявило ужасающие недостатки в судебно-медицинской экспертизе и вошло в историю как самая масштабная ошибка немецкой полиции. Если бы следователи подвергли ДНК более тщательной проверке, то всего этого могло бы и не быть. И, возможно, настоящие убийцы и грабители не разгуливали бы так долго на свободе. Хорошо еще, что хотя бы никого случайно не посадили. А виной всему стала слепая уверенность в непогрешимом золотом стандарте ДНК. То есть обычно в таких случаях все бывает наоборот. Полно историй, как реального преступника ловили спустя много лет как раз по тесту ДНК. В итоге все слишком поверили в крутость этого метода и не ставили под сомнение его результаты. А результаты этой веры, как говорится, перед вами. Кстати, рассказ я начал с двух убийств – Лизелоты Шленгера и Йозефа Вальценбаха. Так вот эти дела до сих пор не раскрыты, как невыясненные обстоятельства смерти Дианы Павленко. А дело о Фантоме из Хайльброма теперь служит суровым напоминанием, что нельзя слепо верить даже самым надежным тестам и о том, какова цена одной маленькой досадной ошибки. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok